День молодежи – это, наверное, самый оптимистичный и устремленный в будущее праздник. Учащиеся студенты, волонтеры, спортсмены, активные и неравнодушные ребята пришли на театральную площадь, чтобы принять участие в праздновании. Смотрите наш репортаж из Центра праздничных событий. Этот праздник давно уже стал отличным поводом не только повеселиться, хорошо отдохнуть, но и поговорить о том, что волнует наше юношество, куда следует направлять творческие и созидательные силы. Славянской молодежи есть чем гордиться. Ребята успешно учатся, совершенствуются в профессии, занимаются общественной работой. Активная молодежь нашего муниципалитета представляет его на краевом уровне, участвует в конкурсах и форумах. А самое главное – помогает подрастающему поколению жить полноценной, насыщенной жизнью. В канун Всероссийского дня молодежи мы проводим на территории нашего города, в поселениях будут выйти выходные праздники Дни молодежи. Самое главное, что наша молодежь, города Славянска на Кубани, Славянского района делает этот праздник сама. Мы только лишь помогаем организационно. Сегодня все площадки, все активности здесь – это инициатива молодежи. Мы поддерживаем рядом с нами наше старшее поколение молодежи, увлекающиеся мотобайком, артисты. То есть все, что мы сегодня представляем, даже это не все, что мы можем представить, но в рамках нашей площадки – это дело рук нашей молодежи. Молодые люди будут развивать экономику, создавать свои семьи, двигать жизнь дальше. Молодежь – вот наша главная надежда на будущее. Самые добрые слова, поздравления и пожелания прозвучали в этот вечер со сцены. Молодежь во все времена была движущей силой нашей России, движущей силой всего прогресса. Я уверен, славянцы всегда на передовой и их победы доказывают это каждый день. Я желаю всем счастья, здоровья вашим семьям и всем этим летом получить отличный загар и хорошего отдыха. С праздником! Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко вручил грамоты и памятные подарки тем, кто внес большой вклад в реализацию государственной молодежной политики, кто своим неравнодушием и творческим горением помогает сделать жизнь юных славянцев более яркой и насыщенной интересными мероприятиями. Начальник управления по делам молодежи Славянского района Олег Смольников пожелал молодым славянцам всего наилучшего. Я хочу поздравить всех молодых людей города Славянска-на-Кубани и Славянского района с наступающим днем молодежи. Молодость это не возраст в паспорте, это состояние души. Все, кто работает с молодежью, кто помогает реализации молодежи, молодежного потенциала, творческого, интеллектуального, научного, хендмейт, все-все-все, что связано с развитием наших ребят, я хочу поздравить всех людей, которые помогают это сделать, и, конечно же, нашу замечательную молодежь. Мы самые лучшие в этом, в нашей молодости, в наших молодых людях, настоящее будущее. Я вас поздравляю, искренне желаю вам здоровья и успехов во всех абсолютных начинаниях. В центре города работали многочисленные интерактивные станции, спидкуберы, СНК, молодежный талисман, единение Т-34, 28 панфиловцев, скалодром, карта края, мотовыставка, станция Тир и фотозоны, а также военно-историческая выставка. Большое внимание любителей аниме и всех, кому это интересно, привлек косплей-фестиваль в амфитеатре молодежного сквера. А мой персонаж значит лишь, как сказать, щедрость и ценность японской субкультуры из китайской игры. Оригинальные выступления на фестивальной площадке понравились зрителям. Это было свежо и необычно. Мне кажется, очень многие этому рады, могут найти друзей по интересам, просто показать свои костюмы, выступления, самовыразиться каким-то образом. Очень хорошо, что у нас такое продвижение идет для молодежи. Молодежные коллективы Славянского района порадовали всех собравшихся своим искусством в рамках творческого фестиваля «Молот всегда». Были и хорошие песни, и танцевальные композиции. Славянского района порадовали всех собравшихся своим искусством в рамках творческого фестиваля «Молот всегда». Прекрасные возможности для творческого развития есть у ребят не только в городе, но и в сельских поселениях. Я занимаюсь в образцовом хореографическом коллективе «Влечный путь». Я занимаюсь с пяти лет. Мы приехали на награждение. Я считаю, что это очень крутой фестиваль, посвященный Дню молодежи. Есть замечательный парк. У нас есть стадион, спортивный комплекс «Алим», там, где можно заниматься спортом. У нас есть дом культуры, в котором можно заниматься творчеством. У нас есть совет молодежи, анастасийский, при главе анастасийского сельского поселения, в котором я состою. Студент Сета представил интересующимся наукой и техникой свою работу по беспроводной передаче электричества. И вот представление, откуда берется начало. Никола Тесла начал, наши предприниматели подхватили. Я лишь только реализовал задумку Николы Тесла в жизнь. Собственно, это уже было сделано, повторил, собственно, еще на втором курсе. Я сам сейчас в области релейной защиты и автоматики развиваюсь. И скажу, заработная плата там достойная. Есть куда стремиться. Сейчас осваиваем пути логических реле, то есть управление, автоматизация бизнеса в том числе. Вечером на озере Толока были организованы прогулки всех желающих на рафтах крейсерско-парусной школы. Конечно, славянцев инструктировали перед посадкой в лодку. Безопасность обеспечивалась на уровне. В крейсерско-парусной школе есть молодые инструкторы, всерьез увлекающиеся рафтингом. Когда ты сплавляешься по быстрому течению, именно на белой или на лобена какой-нибудь, то пороги, вот это большие бочки, валы, это все незабываемые эмоции, конечно, и дарит незабываемые впечатления. Занимаюсь основным рафтингом, это экстремальный вид спорта, получается, по горным рекам надо сплавляться. И занимаюсь уже пятый год, имею разряды, выигрывали чемпионаты. Это интересно, я тут как спортсмен, но попросили проинструктировать начинающих. Может, кого заинтересуют, придут сюда, тоже начнут заниматься, как и мы. На театральной площади прошел большой молодежный флешмоб, в ходе которого собравшиеся делали волну и приветствовали своих друзей и земляков. Выступление рок-музыкантов групп «Северный парк» и «Экзистори» стало достойным завершением мероприятия. В заключение репортажа хочется сказать, что молодость – лучшая пора в жизни человека. Это время надежд, открытий, больших планов. Очень важно воплотить их в реальные дела, пронести через всю жизнь веру в свои силы, которая подкрепляется любовью к родине. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».